так включаем закончилась песня включаем а так называется канал это вроде бы если я или мог низкий что погнали сколько идет вас верну они очень мелко нормально если что я не вижу чат я в говнище блять с яйцом на голове поехал на машине блять проехала два поста dps блять предпарковалась через дорогу потому что увидела что дальше на развороте стоит еще машина дпс блять мир подарила мне и тебе 28 апреля 2019 ролика на ум не мята я рассказываю о ситуации где татья будучи по травой раскатывает на машине по городу и въебывается в столб я даже когда смотрела она во мне мят это было вроде бы в москве а вроде бы и вторую часть и посмотрела потому что не знаю за нее так раз переживалась хотя я тогда пуф и там слышала что она не очень хороший человек и хуе-мое он-то подставляла но мне именно было жалко за вот эти сливы я блин мне как будто я как будто бы не выдержала вот я ее не знаю сестра была или какая-то подруга хотя мы никогда не общались кто не пострадал все стримеры которые смотрели этот момент с ухуевшим лицом говорили насколько это плохо 24 февраля 2020 хейли после совместного стрима с дэнли бухая в говно едет на машине и выебывается этим в телеграме что вы скажете на это здорово это мокривский всем подписчикам ку остальным соболезную как сказал бальзак человеческое умение это смесь времени и терпения но в моем случае победила время я долго терпел и не выдержал разоблачение дэнли и хейли начнем после небольшой рекламы вы уже знаете моего знакомого rush bet я никогда не рекламирую сейчас если посидеть одновременно 100 зрителей сразу откинув бросай по типу того что сделала дэнли мол я обиделся на то что она удалила меня из друзей вы че рофлите я никогда не общался с дэнли единственная диалоги это я предъявлял ей за ее высеры про ситуацию с инсайдом и я написал ей после предложенного поста в тср где она не делала парню обещанную сигну 4 месяца ну не мог же я подумать что та самая милая дэнли от которой таки прет добро на стримах может оказаться не той кем кажется но идея этого ролика совсем другая через все пруфы и информацию которую вы увидите я хочу вам донести я видела как он выглядит но его голос вообще не соответствует внешностью его голос вообще ну реально охуенный хотя он меня обсирает обсирал но у него голос офигенный реально хотя когда я увидела это конечно что это он ничего себе стилю одно что дэнли и хейли это та самая готова и точь-в-точь единственное отличие между ними так это в том что последние смогли себе сделать охуенный защитный панцирь из пиздежа и подмены фактов начнем по порядку хейли сразу прокручите своей голове момент где готова и обдолбанная ехала на машине пару месяцев назад хейли постила в stories где предъявляла мужику который встал на обочине а мне туда скидывайте stories и я говорю съезжайте вы людям мешаете вы понимаете вам не стыдно ли вас совсем вы охуели играть из себя я же мать и при этом ругаться матом при своем же ребенке а может случайно одно слово вырвалось да нет как же ты бьешь себя в грудь и топишь за справедливость но на деле что своем телеграмм щеки пояснишь но еще и посты где тебе прилетает штрафы за нарушение правил дорожного движения где чуваки ехали по обочине а другой чувак их просто стопил потому что ну типа нельзя ездить по обочине хотя сама ешь по обочине вот уёбок ездит по обочине хотя я сама езжу по обочине хейли угомонись какой тебе ребенок ты же сама еще ребенок кто еще не понял недавно после совместного стрима с дэнли хейли бухая в говно поехал на своей машине домой ей было похуй на правило пиздец я в говнище блять яйцом на голове поехала на машине блять проехала два поста дпс блять припарковалась через дорогу потому что увидела что дальше на развороте стоит еще машина дпс блять я припарковалась перед первым парковочным не ну реально лучше не ездить за рулем я не езжу нет конечно оправдывать свои действия какими-то левыми отмазками предъявляла мужику за левые отмазки и сама кидает такие же это та же готовая которая просто когда-то учу в привлежении пиздеца вовремя спрыгнула с корабля и при этом вышла сухой из воды а ведь правда когда вы пожирали гтфу бая никто из вас даже не задумался стоп ну хейли ведь тоже такая она тоже и башула с ней наркоту в то время когда у нее была дочь ехал ты попросил с тобой разве это не твои постоянные слова хочу ешки я типа не буду ничего отрицать все что сказано в этой переписке все правда она тоже блядствовала и обращаясь долбоеба который мечтает стать парнем для хейли сидит там на стриме помогает оплатите кредит лишь бы она его заметила занята нахуй ребят вы серьезно думаете что у хейли нет сейчас не за это мужа парня готова разочаровать как и многие стримерши не все просто многие у хейли есть ебарь но которого выгодно скрыть чтоб донаты несли хейли также готова подсказать до любой хуйни чтобы золотать хоть немного аудитории я послалась с гатфобая как вы говорите за деньги послалась в гатфобая вы посмотрите какую охуенную аудиторию мне принес принес вот это вот фарс я найду свою аудиторию везде и она меня найдет и неважно какими путями это произойдет слушайте а правда ведь послалась готова и потом поехала к дэнли поцеловалась с ней продемонстрировали позы для секса вот и заинтересовала аудиторию на время но хейли твоя проблема что ты на время и через год а то и раньше на твоем стриме не будет даже тех 100 зрителей а дэнли 170 тысяч фолловеров 0 онлайна ты могла раскрыться как аляша сдулась как и шары которые вы все дружно ебашили и серьезно мне очень жаль твоего ребенка хейли рассказывала что стримит ночью так как остальное время уделяет дочери кого ты наебываешь твой телеграмм это железный пруф что днем ты либо куда-то ездишь на машине либо записываешь музыку либо бухаешь и тут я вспоминаю как мне недавно написал и rl подруга хейли воу насколько же надо быть хуёвым человеком чтобы тебя сливали и рл друзья она знаете из-за чего хейли сладу свою подругу подруга я чё-то делала волосы я хз как у вас девушек это называется ну типа парикмахера была хейли никогда своевременно не платила хотят у девушки тоже нужны были деньги и когда та девушка сказала хейли что теперь оплаты всегда по факту и сразу то хейли тупо от нее отписалась и забила хуй тут же пруфы про парня которого хейли не показывает чтобы больше донатили дальше она забила хуй на свою дочурку а милые фотки у нее инстаграме или эти постановочные stories только для поддержания образа я хорошая мама на самом деле с дочкой сидит бабушка 24 на 7 того самом деле но сливать вот так вот своих друзей ну это крыса просто не знаю и я никого типа не защищаю них или не вот эту девушку но это так низко еще же есть я даже за бабки ничего не сливала даже если бы я поругалась человеком мне это кажется пока у меня такое мнение пока ничего не поменялось водит ее в сад приводит кормит моет одевает у кати так зовут дочь хейли нету нормальной одежды кровати зато мама ее в визиках за 40 кесов гоняет но когда хейли забанили так сразу вечное нытье что нет денег нет за что содержать ребенка и мне искренне жаль потому что твой онлайн упадет ты уже никогда не выстрелишь если бы могла то стреляла но лутать аудиторию поцелуями с другими стримершами это твой предел и мне искренне жаль твоего ребенка просто взгляните на это это stories отца ребенка хейли кстати она упоминала как раз что они с ним нормально общались так а также где батя это дочурки батя тоже все хорошо мы супер общаемся вообще все здорово да боже хейли в какой ресурс твой не зайди ты уделяешь время только своей машине ты скажешь я не хочу выносить ребенка в свою медийную жизнь но ты уже его туда вынесла потому что он появлялся у тебя на стримах появлялся stories да блять ты даже инстаграм ей создала может ты заставишь еще стримить ее на твиче да о чем тут говорить когда хейли по ее им хо говорил что инсайт ничего не сделал плохого она утверждала что все стримеры наебают и это в порядке вещей то ее разоблачение провалилась к хуям диза в три раза больше лайков и ты его удалила именно по этой причине а не потому что закончила конфликт с генсухой и моя самая любимая так вот это предъява мне похуй чё он там снимает мне похуй чё он там говорит блять блять человек который не показывает своего лица я хотя бы к видео снимаю я смотрю людям в глаза блин через камеру я показываю свое лицо потому что это я говорю имени стыдно скрывается под каким-то роликами игровыми непонятными просто читает сценарий читает сценарий читает сценарий читает сценарий с выражением блять никому не показываю своего лица типа я понимаю что он не скрывает но блин если ты уж пиздишь на людей то покажи свое лицо что в чем прикол то я не понимаю этого всего блять меня так уже это заебало просто блять вот максимально на предъявляет мне за сценарий и сама случайно спалила как снимает ролик читая по сценарию хейли мне не обязательно снимать ролики с лицом чтобы люди видели что я живой а ты с вебкой без вебки ты также останешься девушкой который никто никогда не поверит которая пересидела на десятках уел твоя подруга также подтвердила инфу что ты присылал свои голые фотки будучи беременной оказывается таня не была шизоидом когда они говорила мне искренне жаль твоего ребенка и мне правда жаль тебя ты все проебала а теперь перейдем главному дэнли с чего все началось дэнли своем телеграме инсте публикует посты с синяками где чуть ли не прямым текстом говорит что парень применяет к ней силу проходит время она их удаляет но то что попадает в интернет остается в нем навсегда это дает мне повод зарофлить об этом в прожарке для конкурса модестал будь это неправда наверное дэнли бы мне написал об этом влс нет парень дэнли настолько тупой что буквально воспринимает фразу бьет значит любит говорят смех продлевает жизнь похоже ли это на реакцию человека который недовольный якобы неверной информацией хорошо как дэнли потом написала ее не бьют и и просто очень сильно держали за руку даже если это правда но я тебе не верю потому что ты вбрасываешь фото в одном контексте а потом меняешь под 2 но даже если это правда то почему ты позволяешь мне говорить эту инфу почему ты не написал мне влс мол ты сказал неверную информацию немножко на самом деле нравится синяки прикольно смотрят и шрамы стример немножко понес это побои маленькие могу сказать что ничего серьезного не произошло просто с хейтерами поговорила а знаешь почему потому что ты знаешь правду и ты знаешь что я знаю правду другое же дело напиздеть аудитории как всегда милая искренняя дэнли не такая добрая и честная она как милая добрый готова бай не против поэкспериментировать в любой момент может постоять на коленках с поводком на шее может побыть заключенный а может и напороться на парня который ёбнет ей а что может это не везение один сильно хватает за руку 2 дает по ебалу ну да когда у тебя было ёбарей больше чем не смешных шуток хесуса всякое может случиться да вы не ослышались это милая лисичка не совсем милая лисичка скорее хитрая лисичка то что я не совсем люблю обсуждать так это но тут без этого не обойтись без этого никак не покрыть ее пиздеж по поводу того что ей не везет с парнями постоянно попадаюсь на уёбков не один мой преподаватель в универе сказал умную вещь когда я постоянно опаздывал и говорил ему отмазки один раз это случай 2 совпадение 3 закономерность до закономерность потому что проблема не в парнях которые с тобой были а проблема в тебе я знаком своим бывшим модером который въебал лям в твой пиздеж и потребности ты знаешь о ком я а теперь ты знаешь заранее о чем я буду говорить дорогие друзья вашему вниманию хронология и если вам не сложно проводите постоянно параллель ролику про gtf by ведь образ тани стал мягко говоря образом того как делать плохо 2016 год данный встречается с неким жени так раз и навсегда женя это некий чел с которым долго мутила дэнли но скрывал для аудитории ну понимаете зачем и рофл в том что она даже ему платила чтобы он не появлялся у нее в кадре на стримах вот кстати фотка там полуголые пацаны поэтому я позаливаю все фотки без цензуры в свой телеграм по ссылке в описании кстати на этом фото еще с ними чел я думал что это футболка возможно вы его помните еще с ролика про gtf by но нам похуй на это даже не задумывайтесь почему с ними чел который переебал десяток стримеров твича дальше на ее стримах появляется некий парень из уфы пиздюк прям под ником лунтик параллельно при жени она начинает виртить с этим пиздюком и влюбляется в него дарит подарочки в этот момент сразу появляется некий чел под ником обломов нет это не славный дружи боже упаси что происходит я обломов в изменах дэнли бам нахуй восстание кукол да они подрались судя по фотке дэнли проиграла но чувства у нее к нему остались и она продолжала какими-то то мелкими намеками но все же блядство этому поспособствовали некий биоп кюкз ну короче вот этот ник и некий сообщинка я уже и сам запутался в этом всем но это еще не конец дальше она начала флиртовать как раз таки с модером который мне помог сборе информации который стоял у истоков так сказать но при этом она также мутилась тем же не который и отпиздил это все длилось какое-то время и тут из-за леса из-за гор вылезает вдруг егор с которым она блядствовала в сочи и это все было на виду я уверен многие и алды знают об этом и вот так она блядствовала до нынешнего инсайза ну как ну вы наверное подумали нашла своего единственном не совсем она просто уже знакомому нам жени изменилась с инсайзом и начала мутить который по итогу что который по итогу хватает ее сильно за руку оставляет синяки она вечно ноет в своем телеграме как же ей не везет с парнями какая она бедная несчастная лиза очнись на протяжении столько времени ты изменял одному с другим твои бывшие верные друзья тебя отвернулись до такой степени что они тебя ненавидят ты все еще считаешь что дело не в тебе мило искренне данный так любит животных попросила модера деньги на собаку он подарил потом что отдала собака пошла по рукам для благого дела скинули и вроде как отнесла но это иллюзия образа тебе за все время на донатили миллионы куда уходят деньги в качество стримов но одна из самых дешевых вебок купила квартиру не до сих порно съемный может машину и снова мимо куда уходят деньги когда ты даже для благотворительности просишь деньги у подписчиков а я знаю куда когда дали узнал что я готовлю разоблачение она в своей манере решила префом выкинуть все карты на стол в стиле джонни бой я скажу все что ты скажешь заранее и там была строчка опять расскажешь что я пыталась суициднуться принимал наркотики перед этим да именно это именно этим я могу восхищаться в тебе ты ведь как кукла вот так грамотно обрабатываешь дергаешь ниточки свою аудиторию ведь по этому тексту что они поймут блин она хотела суициднуться мне ее так жалко и никто даже не обратит внимание на слово наркотики а если обрати то только в том ключе что ты им подавала вот у нее тяжелая жизнь довели мрази до того что аж наркотики узала осуждаю кстати но профил в том что ты делала это напомню ты столько денег въебала в это что сейчас как у одной из самых культовых стримеров прошлых годов у тебя нет ни машины ни квартиры нихуя посмотрите эти сообщения похоже на сообщение человека который юзал наркотики перед попытками суицида как она говорит ты постоянно под кайфом вписывал свои конфочки въебала деньги на некие марки которые юзал со своим женей а руки ты резала как раз таки под воздействием этих наркотиков дата 20 апреля через неделю после этого сообщения выходит она вам не мята через неделю дэнли смотрит этот ролик и осуждает наркотики а ее вечное нытье фотки со слезами на глазах отличное дополнение к образу но после этого сообщения очень сложно поверить в искренне своих слез кстати хотел спросить как все-таки там смогла покакать или может тебе задонать чтобы ты все-таки смогла и не плакала больше ответьте теперь мне пожалуйста большая ли разница между хейли дэнли и гтфуба и чего-то не хватает наебы по старой тактике после разоблачения на инсайда дэнли как и хейли начали его защищать опять же какое же милость совпадение но дэнли видимо когда увидела как люди начали относиться к инсайду после его наебов решила по своей тактике сама слить кого она наебывала бля ребят это гениальнее чем мое разоблачение на себя же вот сами взгляните но у меня один вопрос дэнли молодец призналась а теперь можно пруфы как-то отдала эти долги людям признание это заебись но чего она стоит если ты после этого не решила эти вопросы серьезно скинь пруфы пожалуйста где-то отправился бокс тому человеку либо вернула деньги где-то сделала сигна который не отправила до этого и еще пиздаты вот эта тема я наебал на ебщика значит я не наебщик не дэнли ты ничем не лучше после этого этот человек у меня потом покупал рекламу на уже нормальную заебись живем наебал на ебщика а потом дальше работала с ним потому что он якобы исправился но это еще не все финишная прямая я расскажу о том как дэнли пользовалась людьми бывший топ донатер под ником джазик прекрасном далеком дэнли рассказывает на стриме про болезнь отца конечно же нашелся человек который пронзился этим и задонатила и 300 тысяч рублей по частям она сначала мило с ним общалась он был из тех кто ничего даже от нее не требовал но по итогу на одном стриме по майнкрафту дэнли решила просто сгореть на него и все просто послала нахуй за какого-то случая в майнкрафте после этого чел ушел и больше его на стримах никто не видел куда ушли деньги никто не знает ранее знакомый нам собченко также помогал с деньгами и она этим редко но пользовалась но по итогу чел сгорел из-за ее пиздежа с тем самым жени который кукол дел и и в тильте сделал какие-то сливы и забрал все steam аккаунты ее в прошлом лучший друг и модератор илья он вечно помогал с деньгами вкладывал в продвижение помогал с рекламой она просила собаку он купил собаку которую в итоге она отдала и да в то время как у нее был парень она крутила интрижки с ильей кстати также у него просила деньги на лечение отца и на ремонт в квартире родителей но как рассказывает илья почти все деньги которые он ей давал она тратила не по назначению тут же наркотики гулянки ну и по дефолту когда или обложил нее больше ляма она и его опрокинула но кто же мог подумать что милая добрая дэнли может охладнокровно сливать людей после того как байтами вытаскивал с них деньги это только начало списка есть еще много ребят даже 45-летний мужик прикиньте если вы так хотите то я потом куда-то зале остальных там телеге либо в группе вк потому что лично для меня и этих ситуаций достаточно да и наверное я вас утомил уже этим потому последний случай который самый интересный я рассказывал на стримах что почти год назад мне на почту написал некий аноним который предложил неплохие деньги за разоблачение дэнли тогда я отказался ну просто галочка для себя была что ли хотя деньги тогда для меня были хорошие так вот когда об этом узнала дэнли она сразу уверенно сказала что мне описал какой-то ее подписчик с психологическими проблемами который снайпил ее в городах но она не рассказала всю правду о нем топ донатер джимми поначалу чел просто и много чего давал и дарил потом начал подкатывать и иногда перебарщивать она показательно посылала его нахуй но потом понимала что он дает и немалые деньги и давала некий второй шанс на отношения но джимми не такой тупой как дэнли рассказывала и начал догадываться про женю после того как он узнал об этом он вроде как ушел со стримов но нет дэнли держала его давала ему шанс снова и снова и снова какой уже раз посчитайте она просит деньги на лечение отца он конечно же кидает их на одном из стримов он кидает и 50 тысяч рублей донатом и делает предложение она отмалчивается после он кидает еще 50 тысяч рублей с тем же посылом она снова игнорирует его потом джимми психанул кидаю что лучше он уйдет навсегда так и было на некоторое время но дэнли поняла что потеряла 40-летний мешок с деньгами и начала с ним мило общаться в контакте и вот снова он кидает ей деньги на лечение отца вроде даже биткоином он был трейдером и учил ее кстати этому но после этого после очередного высасывания бабок она послала его нахуй из-за того что он летал к ней в город и пытался найти что поговорить она назвала его психом и до сих пор называет после этого его вроде бы как тоже никто не видел лиза какая же ты все-таки мерзкая ты называешь при всех человека психом но ты умалкиваешь что это ты его сделала таким это ты его байтила на бабки давала поводы добиваться тебя ты давала ему поводы верить в эти отношения поэтому он делал все возможное люди которые оказались такой ситуации пишите мне влс с пруфами если когда кстати типа такую правильную херню сказала что девки дают повод на отношения типа просто общаемся даже вот я общалась своими зрителями некоторыми я просто общалась забирала подарок у меня вроде бы сейчас не смотрит ли строй посмотрите я не знаю но потом это приходило просто кута грань меня ждали возле дома меня выслеживали также с универа и я типа не понимала было вот ну забрала подарок пустим большое типа то и все в принципе а тут оказывается как оказывается я давала плотные отношения но в общем мы друг друга не понимаем девушки ну такие подарки не деньги приняты делать цветочки и своего сам сделать шкатулку типа дерева что такое было не а донатеров нет вот и да и типа это он в принципе прав тем что сказал что девушки сами дают повод но иногда девушки сами не понимают этого то что пацан думает что мы дали под 5 дала под какой повод и просто брала подарок сказала спасибо большое и обняла все я уехала вот сам ты часы не путай часы подрили да нет если меня хипомутант мой модер будет вы можете в чате увидеть моему модера это хипомутант не подарил часы я вообще не знала на стримфесте было в честь моего дня рождения меня как раз день рождения было 8 апреля а двадцать шестого там был стримфест вот все сглаз у меня я болею тут у нас за деньгами гналась ну слава просто я я благодарю блять вот своих зрителей что меня не было вот таких вот крупных донатеров ну что хер знает что я убедила просто слава богу просто слава богу самое а то что мне никогда не было вот таких вот супер огромных донатеров единственный чел изначально когда я начала стримить был да ему тоже там три чем-то лет был он работал в организации этот боже мой батл на это как это называется забыла в общем не христом ну в общем вот это единственный чел который за там за два месяца не назначил что там 30 тысяч рублей все и луда жоп и за танца ну типа он же нас такое ничего не писал просто скил бабки 44000 забил 10к закинул тайт выбил этого выебнуться хотел это нет нет пацаны это не те деньги когда тебе донатит от 300 тысяч и 10 тысяч ты совсем разные деньги и сравниваете такое вот и стабильно когда там ты знаешь что тебя есть супер охуенный донатер который там стабильно тебе кидает 50 тысяч рублей в месяц в это стабилити по доход конечно же человек может стример 6 стивер не хочет с ним общаться из-за того что там есть деньги он он или она начинает с ним общаться хотя может не хотя такое тоже бывает я общалась со своими зрителями и поверьте меня там может задонатили это после того как я начала уже с ними общаться нет раздать или 2000 рублей там около пяти за все там за весь год я общалась не из-за донат потому что было интересные люди я же была в этом мире вам рассказывать перед этим видосом я была просто прям виртуальной мире не хочу не хотела выходить на улице ни с кем не знакомиться вот от меня страниц один один единственный человек с которыми очень хорошо общалась у меня не замечал и из-за этого я погрузилась прям вот туда к вам это типа тебе комфортно просто ты когда там находишься тебе комфортно то что принципе никаких нет проблем вот а проблема решается за одну секунду всякие в каких-то мечтах каких-то рассуждениях но когда наступает реальность совсем совсем по-другому все воспринимается до конца смотри видос так что тут еще есть давайте да засмотрим я включаю микро хотите я запущу вас многие давно хотели сделать такой ролик но ни у кого руки не доходили как раз таки из-за того панция который отрастила себе дэнли лиза ты все проебала вместо того чтобы идти к развитию и удержанию аудитории ты шла к деньгам создавала видимость хорошего но ты вошла однажды в образ и в нем осталось навсегда забыл упомянуть твое лицемерие называть крысой смородиного когда у тебя самой хвост уже давно не надо мне эту пиздень скидывать господи блять кто будет ее дальше скидывать я блять нахуй всех перебаню она отвратительная она она это же то который я думаю да даже то которые думаю ну которая этот джасти по моему родил она короче сейчас я прочитаю чатской это очень смешная история она видимо зашла на мой твич который я уже не стримлю данный давно нашла в записях но видео целый стрим сидела смотрела целый стрим и там был момент где мы серёжа играем в кс и лера мидлер не было с нами и вот и кто-то в чате спросил а где лера мидлера градонах она нужна дебилка тупо ну вы поняли что это шутка я же так люблю шутить и она вырезала этот кусочек и прислала лере и говорит смотри чё про тебя до него ебать мразота же лера такая ты шо ебанутые типа ты ты реально типа шуток не понимаешь и она реально думала то что типа лера такая ой какой там данила плохой ебанутый овца бля я долго думал над названием ролика она вам не дейли не хуйня они вам не стримерши но это тоже несправедливо к другим девочкам твича ведь есть много интересных и не таких лицемерных они вам не мята да в точку сейчас на наши твич аудитории мята это олицетворение как раз таки такого лицемерия любви к деньгам и блядству к наркотикам и алкоголю можете писать ради хайпа я давно уже но ребят три разоблачения в год когда я мог делать это на постоянке и собирать миллионы просмотров инфу на стримеров не скидывают постоянно я бы мог даже сейчас влезть в конфликт хесуса и хованского пруфануть что хесус не гей скину всех тела которых он ебал и собрать намного больше но в этом случае я потеряю себя потому и делаю веселые видосики которые также неплохо собирают занимаясь тем что мне нравится если вы думаете что ролик про инсайда собрал так много просмотров из-за популярности инсайда да кому нахуй нужен кому нахуй нужна хэйли дэнли с умирающим онлайном я прихожу тогда когда мне это интересно и сейчас мне было интересно показать что дэнли и хэйли это та же гтфа бая только по умнее и поосторожней я узнал правду для себя и рассказал своим ребятам поэтому я чист как минимум перед собой поэтому я писал ролик неделю чтобы не допустить оплошностей и если кто-то усомнился во мне если кому-то недостаточно того что я был всегда честен с вами то можете ставить дизлайк а всех кто согласен с моим мнением я попрошу поставить лайк и подписаться на этот канал в первую очередь я делаю это для вас кстати к новостям гтфа бая возвращается на твич дэнли хэйли может это идеальный момент уйти спасибо зачем вы меня заставляли досматривать если там уже четко оптические не было не знаю не знаю сейчас я хочу дочитать чатик я включил так вот и приходилось тебе крест сообщения что у него муж типа она мне вообще пофиг на сей факт что он для приходила на стриме у карины сообщение что у него у кого муж у карины принципе он прав согласен с ним донатили огромные суммы но по сути нет ничего у нее теперь уже дошла до такого периода когда ее безнаказанно можно слить и обходить не получив за это негативный отзыв от 3 короче говоря на дне даже обращение думают сама ой ну борща сварит она шо это такое начинайте да и носили всякие мне похер скорее всего да ко всему желанию знаю макрицко но он дотерпел от кого момента когда можно вот так обстоятельно громкие громкие имена хайпанет и будут в уважении в роботяк так черкаши жопа это мы пропускаю так досмотрит а я досмотрелки никогда ничего не примут и людей слишком коротко повод для того чтобы эти настоящему скатились ой ну мне кажется такие вот разоблачения особенно на готовы бы я все запоминаю типа но обсуждают там месяца два но в основном мне кажется 70 процентов в аудитории запоминают вот ну конечно через десять лет всем будет насрать или там через пять не знаю через сколько такие вот дела не знаю что сказать по этому поводу просто никому не доверяйте это все если у вас есть какие-то кисе косяки купите себе блокнот запишите их туда никому не доверяйте с интернета своим знакомым расскажите маме и папе они точно ничего не сольют там просто запишите блокнот знаете как раньше там не знаю как пацаны девочки вели дневник вот записала вот сегодня мне нравится нравится зритель этот этот это я с ним общаюсь хотя нахуй с ним общаюсь лучше приходите это общение я хочу вам там скинуть этим фотки но я боюсь вот написала проснулась уже все нормально либо мне есть донатер которые поступили кидает 50к он мне не нравится но мне приходится с ним общаться из-за того что стабильный 50 ком месяц ну так записывайте потом через вот два-три прочитает думаете слава богу что это никого не что я уже сказала вот здесь все целью твой дневник у меня нет дневника я раньше писала нет дневника